Привет-привет. Пробую одевать свитера на такие толстовки с капюшоном. Очень нравится, как смотрится. Ну и, кстати, тепло. Я дома сижу. В общем, у меня два света здесь горит. Хочу поговорить на тему. Попробую поговорить на психологическую тему и буду периодически отвлекаться. Ну, специально и не специально, так как у меня ассоциативное мышление на какие-то отвлеченные темы. Хочу показать. Я купила целых три вида метафорических карт. Да, и есть животными, в общем, метафорические карты, а не детские. Но я решила сделать себе такой подарок в Новый год купить детские метафорические карты с животными. Вот. Ну, как-нибудь покажу. Хотела поговорить на тему эмоционального должничества. Это я придумала такой термин эмоциональное должничество. Ну, есть же такой термин, да, там, вообще, должничество. Вот есть и эмоциональное должничество. Это когда кажется, что я всем должна. Именно эмоционально. У меня спасатель. Я записала до этого два видео на тему подставки для телефона. Такой мини-лампочки домашней. Такой. Сейчас она мне подсвечивает лицо. Прикольная, кстати, штука. Вот такие вот подсветочки. Ммм. Вообще классно, да? Вот так вот, хоп, ее чуть-чуть повыше поднять. Но мне кажется, она будет отвлекать меня от разговора на тему эмоционального должничества. Вот так. Посмотрим, в общем. Лампочка, отвлекаешь ты меня или не отвлекаешь? Ну, на заднем фоне она меня сильно отвлекала. Не, отвлекает, блин, капец, отвлекает. В общем, в основе эмоционального должничества лежат такие чувства, как вина и стыд. Ну, то есть это такое, знаете, как будто у меня вместо границ, кстати, вот все хочу почитать книгу «Барьеры», но, да, я не читаю книжки в электронном варианте. Как, да, в общем, к теме границ. Когда у меня вот на месте границы, да, можно представить, что есть там, например, страна, государство, у нее границы, да, там забор. У меня чаще всего границы ассоциируются с каким-то забором, да, вокруг дома деревянного. И там стоит как бы, ну, вместо границ там такое стоит угодничество такое вот. И как бы не обидеть другого. А не что-то, что я в этот момент обижаю себя. Короче. Вот. Вот что такое эмоциональное должничество. Ну, это когда мне кажется, что я должен выслушать другого, даже если мне самому плохо. Почему у меня это так? Ну, потому что я впадаю, например, если тема меня как-то триггерит, я впадаю в какие-то собственные воспоминания, в какие-то собственные, там, непрожитые эмоции, вину, стыд и, ну, как какое-то вот болото. Я не могу из него вытянуться и продолжаю слушать. Сейчас я поняла, что если мне становится плохо, ну, чаще всего моя первая эмоция, это да, это какая-то вина стыд. Сейчас объясню. Вина стыд даже не направленная к этому человеку, что я его там не могу выслушать, хотя это тоже есть. Вот. Сейчас тихо говорю, не знаю. Ну, потому что это третье видео, я решила записывать короткие видео, ну, такие тематические. Попробуем. Вот. Сейчас объясню. Ну, допустим, я вспоминаю какую-то ситуацию, ну, по факту, да, и начинаю испытывать какие-то вину, ну, вот эти вот эмоции, да. Вот. Ну и, конечно, там есть эмоция, да, что вот я не могу послушать этого человека. Ну, в общем, я во всё это впадаю. У меня очень маленький, на самом деле, вот, ну, называется контейнер, да, контейнер для выслушивания. Вот. То есть я могу послушать, я могу, допустим, про какого-то, ну, когда девочка рассказывает про какого-то парня, пару раз послушать. Я обычно присоединяюсь, там, вижу, что, да, у меня что-то похожее было. А потом в какой-то момент устаю, выхватываю, чувствую, что теряю границы. Ну, сейчас я стала обозначать как-то свои границы. Либо я всё с кем-то, такие более близкие отношения, я так и говорю, слушай, я сейчас впадаю вот в эти чувства, да. Вот. И как бы, ну, давай не будем на эту тему как-то. Ну, обычно я вижу, что человек не слышит. Когда я поняла, что, да, у меня вообще есть такая склонность объяснять своё поведение, объяснять мотивы своих поступков. Я всё объясняю, всё рассказываю, почему я делаю. Сейчас я расплела волосы, потому что мне неудобно. Мне неудобно было. Мне неудобно, когда лампочка вот так вот светит. Кстати, да, у меня нет вот этого кольца. Думаю, может, и не стоит его покупать. Вот так вот будет светить лампочка. Ну-ка, если вот так вот. Блин, отвлекает. Что такое? Нет. Отвлекает. Вот пусть у меня будут вот такие вот мини-лампочки. Вот. Очень красивый крабик. Очень красивый крабик. И он, ну, когда подцепляется к волосам, да, он не сильно, как объяснить, я не люблю такие крабики, которые сильно держат волос, такие жёсткие. Вот. Очень красивый, симпатичный. И да, мне, я вот сейчас учусь не объяснять своё поведение. Какая-то такая навязчивая привычка всё объяснять. Почему я сейчас пью кофе? Потому что я не проснула, и мне нужно пить кофе. Вот. Вообще, ну, это такая травма где-то. Это вот такая крытость. А я то... Смотри, мама, папа, я то сделал. Смотри, я это сделал. Я вот ещё вот это, ещё вот это. А ещё вот то. Привет, ты будешь... Я вспоминала себя в обед. У меня мужские корни. Вот. И... Ну что, вернёмся к теме границ. Да, я поняла, что мне важно, ну, прям, более как-то такое, более жёсткость на место границ. Вот я говорю, граница у меня ассоциируется с... Ну, вот страна, да, и помните, как по географии, да, так прочёрчено. Это граница, там, такой-то страны, это граница России. Вот. Либо с забором вокруг дома, и там будочка, и там пёсик, да. Вот. И... Очень важно жёсткость какую-то добавлять, и просто говорить, я не буду говорить на эту тему. Ну, я так стараюсь, ну, где-то, да, вот я говорю, в близком общении я как-то больше начинаю... Ну, вот это и есть созависимость, да, что я сейчас объясняю, да, я направлена на человека, на его чувство, чтобы он как-то не разрушился, чтобы он как-то там сохранился, да. В итоге я разрушаю себя, но я не сохраняю себя, не заботюсь о себе. Вообще, я не понимаю, короче, такую тему... Сейчас скажу... Я могу пару раз про парню послушать, потом... У меня тема не актуальна, я щешу зоид, не как бы... Ну, вот мне кажется, поэтому, да, я вот как бы вот это всё, и... Ну, получается мне такая штука. Вот. Вот, я поняла, что даже если я там буду говорить человеку, я не хочу говорить на эту тему, ну, он всё равно говорит о том, что у него наболело, да, и, ну, наверное, стоит, может, прекращать общение. Вот тогда включается страх одиночества, там, вот у меня всегда, да, вот в чём ещё моя соза, то, что когда я общаюсь с человеком, мне кажется, блин, я не могу без него остаться, вот эта эмоциональная зависимость, а как я буду, да, хотя достаточно такое, самодостаточное в этом плане человек, я всегда там всё равно переключусь там на следующее какое-нибудь увлечение, наоборот. Когда остаёшь, ну, вот без людей, в плане того, что я больше там не развлекаю себя людьми, не забиваю этим своё время людьми, да, начинается творчество, начинается там блоггинг, да, начинается вязание, начинается развитие именно творческое, потому что больше некому развлекать тебя, да. Вот самые высокие всплески творчества, когда я уходила в какое-то там, можно сказать, затворничество, ни с кем не общалась, вот, не работала, и так вот прям начинаешь творить. А за счёт того, что вот про разбудить вот этого внутреннего ребёнка, да, вот эту творческую часть, хочу книгу «Путь художника». И долгий, кстати, у Джулии Кэмерона есть книга «Долгие прогулки», «Я люблю гулять», «Я люблю гулять». Вот, и за счёт, да, даже как вот учиться рисовать там каждый день по пять минут, я так делала летом, и могу сказать, реально, вот этот навык рисования, он повышается просто от того, что я в том, и как-то втягиваешься в это. Вот. В общем, ну, думаю, на сегодня закончу. Поняла, да, сделала вывод, что просто чётко обозначать, что я на эту тему говорить не буду. Стоит ли говорить, слушай, я там могу про парня пару раз послушать, да, и как бы всё. Ну, дальше, дальше не ко мне. Обычно я втягиваюсь, обычно мне интересно, обычно у меня так, на них, так, откликаются эти темы. А потом в какой-то момент устаю, и вот здесь вот у меня нарциссическая моя часть. У меня такое чувство, что я как, ну, всё, я выгораю, всё, то есть всё, у меня, всё, 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 стоп, и я просто перестаю общаться. То есть сначала у меня какая-то зависимость появляется, как у спасателя от человека, а потом в какой-то момент всё, всё, всё. Вот это нарциссическая, кстати, тоже, мне кажется, штука, приближаюсь, а потом резко всё. Ну, я не могу, всё, ресурсы закончились, и когда я в процессе, я не понимаю, что я выгорю. Да, так же, как с ютубом, я почувствовала вчера, в общем, вчера я там что-то помешалась, и опять на ютубе, прям до двух или трёх ночи сидела. Не получается делать шоты, расстраиваясь, что-то там с ютубом происходит. Вот. Поэтому тоже, вот когда чем-то увлекаешься, в моменте я не понимаю, что выгораешь, и потом всё, выгораешь, и всё. Вот. А так, конечно, ну, наверное, как-нибудь стоит записать видео про тревожно-избегающий тип привязанности, которые вот у меня, да, что я избегаю людей, избегаю общения, избегаю постоянных контактов. То есть всё, чем по жизни, в принципе, занимаюсь, это я избегаю. Вот, с возрастом, ну, как бы, это всё сильнее и сильнее, да. Вот. Хочу рассказать, чего именно я избегаю, да. Ну, как бы, есть некие объекты, да, если мир разделит на некие объекты, я их избегаю, как я их избегаю. Вот. Но в целом у нас таких людей есть огромный плюс. Мы в чём-то очень самодостаточны. То есть я не могу сходить в магазин один или погулять в парке. или в кино. Ты чё, прикалываешь? Ну, вот так вот. Чё, типа, это прикол? В смысле, ты не можешь сходить в магазин один или погулять? Ты прикалываешься? То есть вот есть люди, которые, наоборот, излишне стремятся в эту, как бы, близость, или как это сказать, да. Вот. А есть, типа... Кстати, как-то читала про контрзависимую, что они, типа, такие, они гордятся. Мы такие самодостаточные. Нам никто не нужен. Самый большой страх — это признать, что кто-то нужен, кстати, да. Что есть какая-то... Ну, зависимость от человека — это же хорошо. Вот так формируется привязанность. Вот у меня самый большой страх — признать, что мне кто-то нужен. Мне никто не нужен. Я самодостаточная, я сама по себе. Вот. Так что, да, вот это самый большой страх. Короче, мне надо читать психологические книжки, я вот прям чувствую умнеть. Вот. Мало знаний, надо ещё, ещё. Кстати, знания — это тоже же рационализация, это уход. Уход от жизни такой. Кстати, уход от жизни — это экскапизм, да, тоже точно. Лучше я буду читать книжечки, чем жить. Жить — это непонятно. Это как-то опасно. Это не происходит. Лучше книжечки. Вот. Вот. Кстати, психиатры. Кто идёт в психиатры? Ну, ладно. Хорошего дня.